Особое мнение на 101FM Специальная форма для ваших вопросов Пишите, я обязательно озвучу в течение нашей беседы Естественно, мы сегодня об образовании тоже поговорим Но хочу начать, Анатолий Михайлович, с трагедии Которая потрясла весь город 24 ноября в субботу на улице Московской Смерть 10-летней девочки Все это, конечно, ужасно и бесчеловечно Не имею в виду поступок водителя Чтобы потом еще на капоте девочку тащить Ну, в общем, ладно Каждый из нас переживает, безусловно, как личную трагедию Илья Шульгин, сити-менеджер, накануне заявил о том Что нужно жестко отреагировать на это происшествие По его словам, это свидетельствует об отсутствии культуры вождения И требует кардинальных мер для пресечения любой агрессии за рулем Он предложил организовать в Кирове месяц тотального дорожного контроля Как вы себе это представляете, Анатолий Михайлович? К каждому сотруднику ГИБДД, которых и так в последнее время меньше стало представить Или речь все-таки идет о другом, о более глобальном масштабном подходе воспитания В том числе на каждом этапе жизненном человека Ну, тут, конечно, вспоминается предложение Конечно, это трагедия ПДД изучать в школе Трагедия Остается только выразить глубокое соболезнование Конечно, я присоединяюсь тоже В семье Но вот эта фраза, что давайте мы, так сказать, проведем месячник тотального контроля Это, мне кажется, не больше, чем фраза Потому что все эти разовые мероприятия в конечном итоге ничего не дают Ведь давайте вот вспомним Мы с вами являемся свидетелями, что в последние годы не проходит ни одного, наверное, месяца Даже, может быть, до недели, когда у нас не гибнут люди на дорогах Причем гибнут в автобусах Сталкиваются автомобили И в итоге, значит, мы все время, как говорится, разбираем такие подобные ситуации Ну, мы берем всю страну Да, всю страну Ну, и в области, конечно, так сказать, тоже бывают ситуации И таких ситуаций мы тоже можем назвать немало Но здесь, конечно, особый случай, когда девочка шла по шаходному переходу С бабушкой на зеленый свет Правда, я вот тут почитал кое-какие материалы в интернете Мне тут непонятно, почему ГАИ устроили, так сказать Погоню Преследование Причем на самые оживленные улицы Они же шли по шаходному переходу Они вроде бы должны быть защищены в любом случае И тут оказалась вот такая ситуация Ближе к шести часам вечера Да, тем темно, видимо На дорогах активно еще Освещены плохо Конечно, здесь, на мой взгляд, это следствие той оптимизации, которая проводится в стране на протяжении последних лет Вот давайте вспомним две отрасли, хотя бы не будем далеко ходить Вот лесное хозяйство ликвидировали, по сути дела, всех лесников Что происходит с лесом? Лес у нас горит ежегодно, причем в огромных масштабах Теперь ликвидировали, по сути дела, служащих или как их постовых ГАИ И у нас на дороге сегодня практически никого нет Вот они стоят, удивительно, я езжу каждый день по дамбе Но в лучшем случае на дамбе у заправки движения стоит машина Ну не каждый день она там стоит Ну в смысле, я имею ввиду с 8 до 8 Да, нет, она стоит определенное количество времени и все Причем непонятно, для чего люди стоят То ли они, вот я как-то раз ехал, меня остановили, просто посмотрели Для чего меня остановили, не знаю Спрашиваю, для чего, просто так Вот просто так, остановили и все Ну документы-то проверили Ну документы посмотрели Они сейчас имеют на это право Да, документы посмотрели, все, так сказать Ну я ехал, мне один с женой ехали Но смысл-то не в этом Самая-то тяжелая, на мой взгляд, ситуация в том, что с водителями никто не работает сегодня Так, что вы имеете ввиду, как нужно работать? Я имею ввиду, вот вы правильно говорите, что должна быть культура вождения Посмотрите, как у нас водят автомобили в городе Есть в правилах дорожного движения четкая, так сказать, запись Что телефонами во время движения водитель пользоваться не должен Но, к сожалению, это происходит буквально Вот едешь по дорогам, я много езжу по городу По телефону говорят все Как будто у всех какие-то есть срочные дела и нужно говорить Говорят на перекрестках, говорят во время движения В самые, так сказать, опасные вещи Я тут вы смотрел девушку, которая, так сказать, ехала по мосту через Вятку И она все время говорила, так сказать, видимо, по телефону Сзади развивалась очередь, она ехала очень медленно Значит, когда она увидела, что за ней там целый шлейф Она тут ускорилась Но это же ведь отвлекает И поэтому не случайно, можно будет, так сказать Я к чему говорю, что надо, наверное, очень серьезно задуматься о тем А какую выстроить систему воспитания водителей, их дисциплины Вот мы все время говорим о том, что задерживают пьяных водителей Но это тоже ведь, как говорится, нонсенс Поэтому вот эта разовая мера, как она будет осуществляться, я не понимаю Тотальный контроль Я с этого начал, мне тоже не совсем понятно, что такое тотальный контроль И как это будет контролироваться? Сегодня навешали везде камер Снимают штрафы, все довольны Штрафуют за каждую, так сказать, за каждую мелочь Не за каждую еще, Наталья Михайлович Еще впереди все Пусть, да, но деньги собирают немалые Но от этого никому легче не становится Причем часто ошибаются И мы тоже об этом знаем Но работа с водителями отсутствует Я думаю, что нужно подключать телевидение Нужно подключать сегодня все средства массовой информации Всем, чтобы каждый день Мы что сегодня видим на телевидении? Мы видим такие передачи, которые уже всем просто, ну не знаю, надоели до чертика Но тем не менее Но мы что там видим? Мы видим одни и тяжелиться Могу тоже высказаться Культ хороших тачек дорогих Да, хороших тачек, это ладно Чем дороже, тем можно вести себя свободнее Мы видим одни скандалы, вечером это сплошной скандал Это выворачивание всякого грязного белья О смеянии там людей и так далее, и так далее Для чего все это? Вот давайте мы будем говорить о нормальных вещах О тех, которые нас волнуют сегодня Вот нас сегодня задавили этой политической, так скажем, пропагандой Ну она нужна, я не сомневаюсь У меня такое впечатление, что Народ-то весь поддерживает то, что, так сказать, происходит Вы этим я веду пропаганду действий верховной власти в стране? Да, и то, что за рубежом, прежде всего На международной арене Ведь, собственно говоря, в обществе есть согласие в том, что да, нужно Причем даже более того, что нужно действовать более решительно А не просто, так сказать, соглашаться с каждым, так сказать, фактом Но, с другой стороны, мне кажется, что убеждает сегодня не народ А убеждает тех, кто вот при деньгах, так сказать, там сегодня совершенно имеют другие взгляды на эту ситуацию Поэтому здесь, на мой взгляд, вот эта недоработка главная Анатолий Михайлович, вот конкретный, да, вопрос Обсуждается уже много лет Тема изучения правил дорожного движения в школах В обязательном порядке Они изучаются Изучаются? Конечно, они изучаются Правила дорожного движения в обязательном порядке изучаются в школе На каком предмете? Выделено специально, так сказать, время Школа сама решает? Основы жизнеобеспечения А, в рамках ОБЖ? Да, да, ОБЖ Там выделен специально, так сказать, раздел И эти правила дорожного движения изучаются Но ведь не дети зачастую Дети тоже нарушают, как пешеходы, как правило Но не дети же, так сказать, являются причиной гибели водителей А наоборот, водители являются причиной гибели детей Водители несут смертельную угрозу для несущей на литературе Это транспорт, повышенные средства опасности Поэтому здесь, еще раз говорю, что раньше как-то это было по-другому Раньше очень много занимались именно Я не знаю, может быть и сегодня есть, так сказать, у них планы какие-то Мы со школьниками, например, в области проводим много мероприятий И соревнования разного рода, и, так сказать, и в России проводятся эти соревнования Но именно когда человек сел за руль, он должен быть постоянно под контролем С ним должны постоянно работать, его должны учить, воспитывать, напоминать и так далее То есть это целая система таких действий, но, к сожалению, ее нет Ну давайте права будем чаще менять, не раз в 10 лет, раз в 2 года, в 3 Сдавать экзамены, подтверждать свою квалификацию Для того, чтобы права менять, ну а что сдать экзамены, что нужно сдать, если я говорю по телефону во время езды Что меня, так сказать, остановить Все, уже крест можно ставить, да, на этом человеке Да, то есть тут надо сразу всех лишить просто, или каждого второго лишать, если так Поэтому я не знаю, вот сегодня по телевидению показывают органы, так сказать, мы смотрим фильмы так разные То люди сидят, разговаривают по телефону, причем те, кто должен соблюдать закон, они сами нарушают И это показывается все Такая неразрешимая проблема, какая-то получается, клубок Ну а с другой стороны, посмотрите, ведь ездить по городу, например, по нашему городу, очень сложно Все улицы забиты автомобилями, они просто забиты Соглашусь, непросто Парковок нет, значит, улицы зачастую не очищены, скользко и так далее, и так далее, много вещей Они плохо освещены, вот едешь вечером, особенно где-то после того, как уже начнется смеркаться То как раз очень трудно, пешеходы выходят не по пешеходным переходам, они выходят среди, так сказать, квартала И так далее, и так далее, то есть очень много, надо быть очень осторожным А когда едешь, разговариваешь по телефону, ну извините, можно и просмотреть Если вы сейчас в автомобиле, обратите, пожалуйста, внимание Не нужно, оставьте телефонные разговоры на то время, когда вы будете не за рулем находиться Хорошо, а если звонят, то вот не надо сразу брать трубку Более того, современные автомобили имеют специальную связь, ее можно подключить и так далее Хорошо, сейчас у нас будет небольшая пауза Анатолий Учурин, депутат областного законодательного собрания Продолжится наша беседа через полминуты Продолжается наш разговор Анатолий Михайлович, давайте сейчас вернемся в 22 ноября Я имею ввиду пленарное заседание областного законодательного собрания Где, в частности, в первом чтении был принят бюджет Кировской области на 2019 год Вы лично, как и вся фракция КПРФ, членом которой вы являетесь, как и фракция ЛДПР Проголосовали против этого проекта Мне непонятно, честно говоря, позиция сэров, которые воздержались Что тут воздерживаться? Либо за, либо против голоса Либо поддерживать Ну, это ладно, речь не об этом Почему вы голосовали против? Ну, дело в том, что вот третий бюджет, который принимают в законодательном собрании данного созыва И мы видим, что это бюджет... 16-й, 17-й, 18-й, да Бюджет неразвития Бюджет, это бюджет стагнации, бюджет выживания Поскольку, по сути дела, хоть он и говорит, что нам, что это социальный бюджет Что большая часть расходов бюджета идет на социальную сферу Профицитный бюджет Да, но этот профицитный бюджет тоже непонятно для чего создается Потому что средств не хватает на все А мы еще эти средства стараемся экономить Но объясняется так, что нужно гасить те долги, которые имеются в области Ну, ладно, с этим можно как бы и согласиться Но то, что сегодня в области нет четкого понимания того, что бюджет должен расти не только за счет налогов А 70% бюджета именно формируется за счет налогов с населения, по сути дела То это, конечно, такой бюджет, он ничего не дает, по сути дела Он дает, ну, да, мы решаем там текущие какие-то вопросы, задачи решаем Хорошо в этом году удалось, видимо, так сказать, получить дополнительные средства из федерального бюджета Это хорошо Но, собственно говоря, все остальное осталось по-прежнему Поэтому мы не смогли голосовать за Поскольку считаем, что нужен другой бюджет Какой другой, Анатолий Михайлович? Вот за какой бы вы проголосовали и ваши коллеги по КПР и по фракции? Ну, во-первых, бюджет должен быть по объему гораздо больше Больше? То есть он должен опираться, прежде всего, не только на сборы с населения А он должен опираться на те налоги, которые платят нам компании, промышленные предприятия и так далее Бизнес, в общем? Они должны, да Они должны Ну, и с другой стороны, если бы они платили больше налогов Значит, тогда возможность появлялась бы у них и для развития Сегодня малый бизнес у нас не развивается Мы не можем ничего здесь сказать, хотя в свое время говорили очень много о том, что нужно его развивать Поэтому здесь много проблем И если говорить о социальной сфере, то есть, допустим, той возрасте, которая ближе мне всего Образовании, то и здесь ведь ничего такого особого движения не происходит Те деньги, которые мы сегодня вкладываем в развитие, допустим, детских и дошкольных учреждений Они пришли с федерального бюджета То есть федеральный бюджет выделил эти средства А область, к сожалению, выделить и построить хотя бы один детский сад за свои деньги не может Таких денег нет Мы сегодня не можем повысить заработную плату, которая является одной из самых низких в стране И это тоже за счет должно решаться Бюджетников, да, мы имеем в виду в первую очередь? Да Повышение зарплаты А? Бюджетников имеем в виду в первую очередь? Да, конечно, бюджетников Поскольку... То есть, очень много проблем, которые не решаются годами И поскольку вот все это вместе взятое, ну, к сожалению, мы не смогли Хорошо, ясно Прокомментируйте, пожалуйста, еще сообщение в некоторых СМИ Что некий раскол произошел, не знаю, или не произошел во фракции КПРФ Ну, вот, в частности, могу процитировать текст Насколько я понимаю, это вот имени Сергея Павлиныча, Мамаева, да Руководителя фракции и первого секретаря Кировского обкома Не случайно против нашей фракции в ЗАГС-собрании Со стороны олигархических структур Развернута гигантская чернушная пиар-компания В подконтрольном к ним СМИ Именно поэтому, когда мы откровенно начали критиковать Из прилегированное положение Рассказывая о миллиардных субсидиях из бюджета олигархи Через прикуромленных журналистов Предприняли попытку внести раскол и расстраив нашу фракцию Не выйдет О чем идет речь? Я не знаю, о чем это идет речь Поскольку мы пришли, когда на ЗАГС-собрание На столе лежали газеты Газета-репортер И в этой газете я впервые увидел эту статью Которая там была У всех депутатов ОЗС? Ну, она лежала на столе Пожалуйста, любой мог ее взять Так сказать, и прочитать Ну вот, я увидел впервые эту статью Где упоминается имя Александра Ивановна Каримулина Мы с Александром Ивановной Ваши коллеги полуфортер Да, коллеги, да Мы с ней сразу обменялись мнениями Она сказала одну простую вещь Да, мне позвонила какая-то журналистская женщина И спросила несколько... Задала несколько вопросов Таких нейтральных И выдала совершенно обратный продукт С такими выводами Которых, в общем-то, в природе нет Не существует Поэтому говорить о каком-то расколе Я вообще не понимаю В чем речь Для вас это было как снег на голову Да, это вообще непонятно Откуда что взялось Так что здесь, в этой ситуации Никакого раскола в фракции нет Мы работаем Так сказать, поддерживаем друг друга Если у нас возникают какие-то вопросы внутри Мы их постараемся разрешить Ну, как-то, ваши коллеги Вы собираетесь опровергать эти вещи официально Не знаю, пытаться Выпустить правдоподобную На вашу взгляд информацию Александра Ивановна подготовила такое опровержение Она выпустила его Просто я... Да А, ну, может быть, я видел, да Так что тут в этой ситуации Не заметил Говорить о том, что там какая-то произошла Не знаю, ситуация такая Что ведет расслуживание Никаких вопросов нет То есть все в порядке Обстановка, как говорится, рабочая И вы продолжаете свою деятельность Хорошо Ну, раз уж про бюджет говорили Во втором учтении тоже будете голосовать против? Дело вот в чем Значит, там... Или будут поправки еще Я на законсобрании задавал вопрос о том, чтобы Так сказать, причем задаю я каждый год один и тот же вопрос И на комитете, и на законсобрании О том, что нужно выделять дополнительные средства Закладывать бюджет изначально На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году Мне каждый раз отвечают Мы это сделаем поправками Поправки Когда уже будет принят бюджет Да, когда будет бюджет принят И мы сделаем это поправками Я не понимаю, так сказать, что значит поправками Это такая сегодня ответственность Жизнь сотен тысяч детей И мы спокойно отодвигаем решение этой задачи на потом Поэтому, тем более, такие требования сегодня предъявляются к зданиям Они очень быстро изнашиваются Их надо постоянно держать, так сказать, в таком состоянии, чтобы они были безопасны И я открыто сказал, что это не пойдет Поэтому, если сегодня ничего сделано не будет Ну, а зачем мы будем голосовать? Я голосовать лично не буду То есть вот один этот момент, ключевой, на ваш взгляд Если он не проходит, то вы считаете, что перечеркивает Все перечеркивает, да То есть люди не слышат А раз не слышат, ну, что делать? Какую сумму вы озвучиваете? Понимаете, тут о сумме говорить очень трудно Почему трудно говорить? В свое время мы просили, добивались И нам выделяли и по 100 миллионов, и по 80 миллионов В этом году 60, по-моему, миллионов было В этом году вот так же выделили потом задним числом Но дело в том, что ведь износ материальной базы, он накапливается А раз недофинансирование идет ежегодно То расходы все время возрастают Мы ведь, по сути дела, латаем Был период, где-то в 14-15 годы Мы капитально отремонтировали практически все средние школы в районах Большие суммы были вложены тогда Но у нас масса других еще зданий И что же надо поддерживать? То есть процесс нельзя останавливать? Нет, его надо постоянно, как говорится, вкладываться и вкладываться Но, тем более, новые школы не строятся По сути дела, вот только началось недавно это все движение Так что здесь... Я вижу, шевели в областном центре Здесь, как это можно сказать, чем больше, тем лучше Но мы же понимаем, что реальность другая Поэтому надо сегодня, видимо, хорошо просчитать министерству Что в первую очередь закрыть и предложением нести такое Сколько требуется средств в первоочередном плане Вот только так можно сделать Ну, по вашей оценке... Ну, я думаю, что не меньше 100 миллионов нужно Не меньше 100 миллионов нужно ежегодно Конечно, да Если бы такие суммы выделялись То тогда можно было бы как-то еще маневрировать И решать вопросы такие вот Хорошо, следующая тема Я напоминаю нашим слушателям, что вы тоже можете задавать Вопросы гостя особого мнения Анатолий Чурин, депутат УЗС Руководитель областной системы образования С 1988 по 2015 годы Заслуженный учитель России Пишите, я озвучу обязательно Ситуация вокруг Музея истории народного образования Вы давали нам комментарии по телефону В то время, когда мы поднимали эту тему в нашей беседе Ситуация, насколько я понимаю, до сих пор в таком подвешенном состоянии Находится в инициативную группу В группу защитников музея Который находится на Московской 33 Входит и основатель музея истории Ихлынова Валерий Федяев И буквально на днях он опубликовал открытое письмо На имя губернатора Кировской области Игоря Васильева В самом конце там содержится три пункта Что предлагается сделать Пункт первый Отменить распоряжение Министерства образования Переносим музей истории народного образования На задворки, цитирую, города Вам известно, в какой сейчас стадии находится? Потому что тема такая закрытая Часть размонтировали Часть уже вывезли? Я не скажу, что вывезли Не знаю Но то, что демонтаж уже начался Это точно В Институт развития образования, да? Кировской области Романа Ядрякова Вот что такое музей? Мы создавали музей в самые сложные 90-е годы Музей создавался на общественном участке И вы непосредственное участие принимали в этом? Несколько раз подходили к созданию музея Хотя в Вятске Вятско-губерний музей народного образования существовал Потом он исчез И вот несколько раз подходили Но создали мы его только в 90-е годы Причем фактически он создавался на общественных началах Музей, по моему глубокому умеждению Это дань тем поколениям педагогов Которые работали в Вятке Которые, в общем-то, давали образование нашим детям Дабы вот эту историческую связь Память сохранить Мы же ведь не без роду И, как говорится, совсем-то Иваны не помнящие родства Мы помним, кто был до нас Какие были люди Было очень много героев соцтруда Награжденных орденами Ленина И так далее, и так далее Награжденных другими орденами Советского Союза Это были все учителя Учителя воевали Учителя, так сказать, ушли на фронт Многие из них не вернулись Это все память И когда мы объявили о создании этого музея Очень многие горожане Буквально Может, у нас денег не было на покупку экспонатов Нам бесплатно принесли эти музейные, так сказать Уже, скажем, реликвии И мы их бережно хранили Создали специально хранилища Где-то все хранилось в хороших условиях А само здание, вот это Особняк Прозорова на Московской 33 Оно тогда было в областной собственности? Да, оно и сейчас в областной собственности И тогда, да То есть не было проблем Вот именно все Согласовали именно этот объект И там разместились И вот поэтому И когда сегодня говорят Что те руководители Которые сегодня уходятся, так сказать У руля Говорят, что давайте забудем все, что было до нас Но это вот как раз в русле этого И забудьте все, что было до нас Но это же ведь неправильно И поэтому сегодня, когда объявили о том Что музей закрывается Многие, опасаясь, что их просто вещи пропадут Или будут утрачены Они стали оттуда уже потихонечку забирать И мы боимся, что музей просто распадется Он просуществовал столько лет Вот больше 20 лет И его просто растащат Тем более, что если его Что значит перенести музей в другое место Все музейные, так сказать, экспозиции Создавались под определенные площади То есть нельзя сегодня экспозицию взять, снять И повесить в другом месте Это уже не получится То есть нет таких условий А это значит нужно переделать все заново Кто это будет делать, я не знаю И средств на это тоже, по-моему, нет Я выступал на совещании в Министерстве образования Говорил о том, что не смейте трогать Это когда было? Это было на прошлой неделе, по-моему, четверг Уколи несколько дней назад Не смейте трогать то, что ни вы создавали Ни вам и разрушать Я так и сказал Кому это было адресовано? Что это было сказано Министру образования Рысевой Рысевой, да, Ольге Николаевне И она пообещала рассмотреть, так сказать Не знаю, что она рассмотрит Если у нее хватит, так сказать, сил и воли Остановить это все Ну, честь ей и хвала Но если это не сделать, тогда и позор Просто скажу, что позор Еще раз, Анатолий Михайлович Она обещала Рассмотреть Рассмотреть, то есть обдумать вопрос Ну, видимо, так, да, так скажем Речь идет о том, чтобы всю бухгалтерию министерства Сейчас там разместиться и не хватает Решить вопрос с бухгалтерией Не представляется большого труда Ваш вариант, озвучьте, пожалуйста Да, простой вариант Я тоже уже говорил об этом За углом, на улице Володарского Был у нас техникум В этом техникуме сейчас расположили Некое такое подразделение Которое непонятно, чем занимается Но в этом техникуме Вполне можно решить вопрос По размещению бухгалтерии Там все отремонтировано Обстановка позволяет Целый техникум Свет есть Все есть Здание отремонтировано Все было сделано Все нормально Поэтому решить вопрос Вполне возможно Другой вопрос Мне задают такой Но я говорю Я не знаю ответа на этот вопрос А может быть Это здание уже продано Ну не знаю Может быть Уже кому-то пообещано То есть тут Даже такие уже сегодня Слухи пошли И то, что Спасибо вот Человеку, который Так сказать Защиту выступил Валерию Федееву Поэтому огромное спасибо Я думаю Что хватит ума И чувства такта У людей Чтобы не разрушать То, что создавалось Во имя и во благо Того же самообразования И тех учителей Ну, Анатолий Михайлович Вы готовы Так или иначе В то, что в ваших силах Возможностях поддерживать Вот эту инициативную группу Ветеранов образования Конечно, не вопрос Я уже тут был И выступал на радио В нашем Вятка Как у нас? ГТРК ГТРК, да То же самое говорил Мы вместе с директором музея Приходили туда Рассказывали всю эту ситуацию Как это делалось Как сложно было Мы, по сути дела, без денег Но мы создали А сейчас Ситуация уже другая И люди Давайте разрушать бонус Ну, что сказать Слухи о том Проданы или не проданы Я не знаю Нет, рано или поздно Все слухи Они подтверждаются Либо не подтверждаются Ну, вопросы такие Мне задают Пройдет время И все станет явным Мой ответ пока такой Что я не знаю абсолютно Почему это происходит Я правильно понимаю Что если бы вы Там Сейчас работали Начальником То есть этой ситуации Нет, конечно Не сложилось Даже близко бы не было Даже близко бы не было Анатолий Чурин Депутат УЗС Руководитель областной системы образования На протяжении почти 130 лет Заслуженные учители России Подошло время небольшой рекламы Скоро продолжим Особое мнение На 101FM Продолжаем нашу беседу С Анатолием Чурином Анатолий Михайлович На днях появилась новость О том, что Издательство Просвещение Бесплатно передало Нашему региону 118 тысяч Электронные формы Учебников И сейчас Просвещение Будет проводить Обучающие вебинары Для педагогов Ну, чтобы сначала Педагогов научить Потом уже Детям это все Передавать Однозначное благо На ваш взгляд Переход на электронные Учебники Понимаете Это еще при вас Естественно Все это начиналось Что делается разумно Наверное Идет на пользу Но Когда мы Все меньше Обращаем внимание На учителя А это уже Неизвестно Во что выливается Потому что Ведь что бы мы ни говорили Учитель остается Тем лицом Который учит Все остальное Прилагается Но Если мы сегодня Учителя загнали В такие условия Что Ни зарплаты Ни поддержки Со стороны Государства Что учитель Это услуга Да Что образование Если мы успеем Еще поговорим Об этом А учитель оказывает Эту услугу То извините Во что все это выльется Поэтому Хотя много сегодня Говорят о цифровой школе И так далее И так далее Вот на практике Все это оборачивается Дополнительной Дополнительной нагрузкой Для учителя Поэтому Здесь Нужны Очень жесткие Правила Того Как это Использоваться будет С тем Чтобы не перегружать Без того Загруженных учителей Вот И в то же время Научить правильно Пользоваться Как учителя Так и конечно Учащихся Ну дай бог Если все научат Дай бог Проживется С одной стороны Благо есть Не нужная гора Вот этих Огромных учебников Огромную гору учебников Нужно просто иметь планшет Где закачаны будут Все учебники Их можно закачать С 1 по 11 класс И так сказать Забыть про то Что у тебя учебники Есть или нет Это благо Но Это надо Очень разумно К этому подходить Контролировать Четко Да Это очень Это такой процесс Который должен быть Должна быть система Отработана так Чтобы ее просто Не замечали О ней просто Так сказать Вот как Сегодня мы Ну Был эксперимент Я понимаю Но сейчас То уже Экспериментировать На такой массе Наверное Сложнее будет Глава Министерства просвещения Ольга Васильева Недавно В конце ноября Заявила о том Что надо сокращать Бюрократическую Нагрузку на педагогов Дальше цитирую До сегодня У учителя Должно быть Три всего лишь документа Его план Электронный журнал И дневник Трудно не поддержать Конечно Министра просвещения В этом предложении Что надо сокращать Безусловно Но Пойдет ли дело дальше Чем вот это заявление Да Пойдет ли Вот этих заявлений Делать за последние годы И великое множество Вот и о том же И поэтому Если только Вот это опять Вброс И никаких конкретных Шагов на этот счет Не будет Ведь нужны Нормативные документы Которые бы освобождали Учителя От всех этих Так сказать Бесполезных И беспутных проверок И прочих И прочих вещей Я Конечно Всегда был против того Чтобы Освобождаться От всякого контроля Но контроль Должен быть разумный И Нужны такие Стимулы Которые бы позволяли Учителю Так сказать Действительно Понимать Что он Достиг Каких-то определенных Вещей Вот в свое время У меня была такая мысль Что Вот была Аттестация Учитель проходил Аттестацию Он получал Аттестацию Там Высшую Категорию Раз в пять Раз в пять Но если он получил Эту Высшую Категорию Зачем ему Идти снова На аттестацию И снова Подтверждать Эту категорию Если тем более Можно опосредованно Посмотреть Каковы Его Так сказать Результаты Работы В том классе Работа по его Предметам Если все нормально Если Так сказать Никаких Провалов Нет То Извините Зачем Учителя Гнать Снова На эту Аттестацию Или Например Ты получил Заслуженного Учителя Ну Зачем Тебе Аттестацию Проходить Ты уже Получил То есть Ты достиг Уже Уровня Ниже Ты уже Сам себе Позволил Конечно Чтобы уронить Честь Заслуженного Учителя Но нам В то время Говорили Как это так Освободить Учителя Не дать ему Возможности Его контролировать Ну Вот Что сделать И вот Сейчас По-моему Из той же самой Песни Те же слова Давайте Давайте Освободим Ну и что толку Давайте Освободим Сделайте шаги Для того Чтобы освободить Да Действительно Во что это вольется У нас Вы знаете Какой-то Момент Откровений Момент Истины Кроме Главы Минпросвещения Ольги Васильевой Еще такое Откровенное Заявление Сделала Премьер-министр Татьяна Голикова Она тоже В конце ноября Признала Что оптимизация Которая шла На протяжении Последних лет В образовании Здравоохранения Была непродуманной Она не нанесла ущерб И многое утрачена Не ну наверное Конечно хорошо Признать свои ошибки Но Опять же вопрос Дальше это что Дальше это что Конечно же абсурд Вот можно Оптимизация Я так понимаю Это сокращение расходов На Ну в широком смысле В широком смысле Тут надо понимать Видимо Представляете Такую вещь Нигде Ни в одной стране мира Нет такой Ситуации Когда бы Учитель в разных регионах Получал разную Заработную плату Это же вообще Сегодня это уже Становится Государственной трагедией В каком смысле Вот представляете Сегодня Учитель Который получает Здесь 20 тысяч А в Москве Уже 100 тысяч Обещает Собянин 110 обещает То сегодня Молодежь Уезжает в Москву У нас Начинается Вокруг Москвы Формироваться Некая агломерация Куда съезжается Огромная масса Населения Мы к чему придем Я сейчас Может не то что-то скажу Но на мой взгляд Это какой-то Образовательный Сепаратизм Это Больше того Это разрушается Единое образовательное Пространство То есть мы говорим Что у нас Единая такая Единая подход Но это разрушается Поэтому Вот Вся эта оптимизация Сегодня привела Действительно К тому Что мы потеряли Это образование Мы потеряли Того учителя Который Должен быть По большому счету И на самом деле Я не знаю Пока никаких Таких явных Движений Хотя там Говорится о том Что вот мы увеличиваем Расходы на образование Давайте сейчас поговорим Об этом Об увеличении Что такое Расходы на образование Увеличиваются Все эти увеличения Они съедят Прежде всего Такие вещи Как те же Коммунальные услуги Коммунальные услуги Растут Геометрической профессии Все это растет И в итоге Значит мы опять Останемся Без ничего У нас зарплата Сегодня Одна из самых Маленьких в стране И поэтому На самом деле Проблем очень много Ну да Вот хочу просто Привести для примера Эти цифры Видимо связаны Эти заявления Да Вице-премьера Голиковой Раз они увеличивают Расходы Они считают Что да Они поправлять будут В частности Нацпроекты Образование И наука В следующем году Получат Финансирование В полном объеме В целом На образование В следующем году Будет потрачено 820 миллиардов рублей Для сравнения В этом году Речь идет о сумме В 667 миллиардов То есть плюс 23 процента Почти что четверть Плюс почти что В два раза вырастут Утраты на строительство Новых школ В два с половиной раза На строительство Детских садов К сожалению На будущий год Область не получает Ни одного рубля На строительство Новых школ Да Да Простите тут буквально Выходные На детские сады Дают А на детские сады На детские сады Дают Дополнительно даже дают А на школу нет А как же новая школа В областном центре В Шевели Ну пока Пока никак То есть в 2019 году Пока ничего нет Ого Интересно Просто да На днях ведь Как раз тоже вопрос Обсуждался В городской администрации Там Судя по итогам Этой встречи Не знаю Может город Недкин Это средство У себя Но по крайней Так там тоже Миллиард нужен Не меньше Не меньше Почти 3 гектара Планируют А потом Понимаете Меня все Возмущает такой факт Вот школу построили Да Школу построили Сдали в конце декабря месяца Но у нас сегодня Такие нормативные документы Чтобы получить лицензию Чтобы так сказать То-то другое Третье Четвертое Проходит 9 месяцев Чтобы запустить туда детей Представляете Что мы делаем Вдохнуть туда жизнь Да Она стоит Целый год Ее отапливают Ее освещают Так сказать Прочие-прочие вещи А детей там нет Потому что нужно получить Некие документы Которые разрешили бы Ей работать То есть Раньше такого Никогда не было Вот если школу сдали Обычно сдавали Где-то к 1 сентября Это правило было такое И все Тут же начиналась Школьная жизнь Туда заходили дети Заходили учителя Все Сегодня у нас Совершенно все перепуталось Ну где же такое видится Да Самое с детскими садами Вот сегодня говорят Да Детские сады Должны быть сданы Вот до конца этого года Но запустят их Только где-то к весне Там первый квартал Называется Конец первого квартала Следующего года Поэтому вот какой вопрос Интересную тут позицию Сейчас уж мы Про детские сады Заговорили Буквально в субботу По-моему 24 ноября Зампред Дмитрий Курдюмов Презентовал Собственно Новые детские сады Активным мамам А уже на следующий день 25 ноября Они провели Очередной Митинг Против Проблемы Вот этой Нехватки мест В детских садах Меня удивила позиция Ну как удивила Она понятная Вполне себе Ну вот оказывается Что Недовольны Шесть этих новых Детских садов В Кирове Они не решат Проблему Нехватки мест В детских садах Мы требуем Шесть строчек Садиков Не решат Проблему В новых детских садах Трехлеткам Не хватит мест Мы хотим Компенсации За непосещение Детских садов Ну в принципе Это требование Справедливое Нет она справедливая В свое время Правительстве Вечная борьба В свое время Когда у нас С детскими садами Было на самом деле Очень сложно И тогда еще Не было программы По строительству Детских садов Которая была Где-то в 13-14-15 годах Мы тогда В правительство Несли предложение От имени Департамента образования О том Что нужно Поддержать тех родителей Которые не имеют Возможности Вводить своих детей В детский сад Мы специально Ездили в Пермь Изучали их опыт У них тогда Каждому родителю Который не имел Такой возможности Выплачивали 5000 рублей С какой целью Это делалось Мы тогда рассчитывали Так что Мы во первых Поможем родителям Или так сказать Они нанимут нянечку Или будет Выплата Стимулировать Развитие Негосударственных Детских Услуг По воспитанию Образованию Ну Нам тогда Дали всего 2500 рублей И тогда В 14 муниципалитетах Мы такие деньги Выплачивали Кстати В городе Кирове Часть мамаш Еще получают Эти 2500 рублей И папаш тоже До сих пор Ну папаш там Они для малообеспеченных Да Для малообеспеченных То есть Этот процесс идет Но 2500 минус 13% То есть по большому счету Действительно Мамаши право В том что Мест не хватит Тем более Если ставится вопрос С полутора лет Самое Всех детей Обеспечить местами Тогда почему бы На самом деле Не найти такую возможность Поддержать Этих родителей И вот мы Очень бурно обсуждали Этот вопрос На комитете Но там такое Большинство На комитете И я вынужден Буду сказать Что когда Предлагается что-то Сделать во благо народа Единая Россия Всегда голосует против Это я в открытую Сказал Так что Вот Сам факт Причем Вносил это предложение Владимир Александрович Костин Это зампредседателя Вице-спикер Он носил Такое предложение Мы его поддержали Но к сожалению Большинство не пропустило Так У нас время К сожалению Уже истекло Анатолий Михайлович Я надеюсь Что мы еще встретимся В конце этого года Еще обсудим Все будет зависеть от вас Подведем итоги Уходящего Да Просто Я перед началом программы Говорил Что накануне Нового года Как-то жизнь Она ускоряется Все быстрее и быстрее Давайте договоримся Что еще встретимся В конце года Месяц у нас есть Еще впереди Спасибо Анатолий Ичурин Депутат УЗС Руководитель областной системы образования Заслуженный учителем Российской Федерации Всего доброго До свидания Спасибо Особое мнение На 101FM